Радио Болтком Добрый день, уважаемые слушатели! Программа «Очевидец», которая вот сейчас у нас выходит по вторникам, она сместилась в пятницу, и, конечно, концепцией ее всегда была встреча с людьми, которые своими глазами видели что-то, могут об этом рассказать, но мне кажется, что когда мы говорим об истории, как раз-таки историки, те, кто держали в руках исторические документы, которые работали с этим, они являются вот тем самым проводником знания о прошлом, по которому мы можем судить о свершившихся фактах. И сегодня у нас в гостях известный российский писатель, историк Александр Георгиевич Мосякин. Здравствуйте, добрый день! Здравствуйте! Исследователь тем перемещенных культурных исторических ценностей в срезе истории. Хочу сказать, что Александр Георгиевич работал журналистом в Риге и знаком, я думаю, Рижаном многими публикациями и был неоднократным гостем радиоболтком. И с 2014 года он работает в Москве, и за это время в Москве и Петербурге было издано и переиздано буквально 10 книг. По материалам этих книг было снято несколько документальных фильмов на ведущих российских телеканалах. И вот буквально в конце марта состоялась московская международная книжная ярмарка «Нонфикшн», где были представлены 6 книг Александра Мосякина. Одна из них, кстати, попала в топ-лист, который включал полсотни книг. Это вот из тех нескольких тысяч, которые представлены на всей ярмарке, попасть вот в эту выжимку, в этот топ-50. Большая честь, большая и удача, наверное, я не знаю. Но и с этим первый, конечно, вопрос. Александр Георгиевич, вот что за книги были представлены на этой выставке и какая именно из них попала в этот топ-50? Значит, на выставке было представлено 6 моих книг, как вы сказали. Но я некоторые из них покажу, потому что остальных у меня нет. Они еще находятся в издательстве, только что вышли. Можно видеть. Да, чтобы просто видели. Вот эта книга «Русское проклятие. Тайна янтарной комнаты». Это третье издание, исправленное и дополненное. Книги, вышедшие в 2015 году, по которой телекомпания «Останкино» сняла двухсерийный фильм документальный, который неоднократно показывался по Первому каналу. Вторая книга, которая была представлена на выставке, это книга «Страсти Пафилонову», второе издание. Это итог моего журналистского расследования конца 80-х годов, начала 90-х, когда я еще в Аганке работал, в московском Аганке. И это контрабанда произведения искусства. В русском музее контрабандисты подменяли подлинки фальшивками. Фальшивки оставались в Русском музее, а подлинки вывозились на Запад. Я тогда провел это расследование при помощи и руководства Русского музея, при помощи компетентных органов, тогда КГБ этим занималось. И вот итоги этого расследования нашли свой выход вот в этой книге. Это уже второе издание этой книги, скоро будет готовиться третья по новым документам. Третья книга, которая там была, она это такое историческое легкое чтение. Фальшивки и мистификации от искусства до политики. В разных времена это такое, скорее всего, даже историко-развлекательное чтение, скажем так, популярная литература. Кроме того, это все три книги питерского издательства «Пальмира». Кроме того, у меня было представлено на выставке три книги трех московских издательств. Одна из книг – это «Третья русская революция. От горбостройки до Путина». Она вышла в издательстве «Вечи» в этом году. И с этой книги приключилась удивительная история. Когда книга вышла, я стал получать от читателей странные письма. В каком году вышла ваша книга? Когда я зашел в интернет, то я просто поразился. В интернете стояло 20 книг с разными обложками, под этим названием и под моей фамилией, которые я не писал. Мы стали разбираться с этим, что получилось. Эта книга, возникла в Ростов ее, получился из цикла моих публикаций в рейской газете «Телеграф» за 2002 год. Тогда еще вышла у них такая брошюрка, называлась «Марсианские игры». Кто-то взял этот текст, насытил его иллюстрацией, не спросил меня, началось поставить в интернете. Да ладно, распространяли бы. Дело в том, что в ряд публикаций этих электронных вносили неправильные факты, неправильные события, видимо, чтобы дискредитировать меня. И вот мы сейчас занимаемся связательством вечера, чистим интернет. От этого дела вообще детективная история. Вот. Но, значит, я хочу сразу сказать, что подлинная книга только одна. Она называется, еще раз повторю, «Третья русская революция» от «Горбостройки до Путина» издательства «Вечи» 2021 год. На обложке изображены спорящие между собой Горбачев и Ельцин. Вот это подлинное. Все остальное – это фальшив. Я просто предупреждаю читателей, чтобы они это понимают. Еще одна книга – это «Ограбленная Европа». Это уже третье издание книги выходит сейчас. Это о судьбе сокровищно грабленных Гитлеровской Германией в годы Второй мировой войны. Там и золото, и произведение искусства, что с ними стало, и о их послевоенной судьбе. Примечательность вот этого издания, которое только вышло, в том, что я там впервые смог рассекретить источники своей информации. Дело в том, что они были закрыты. И я когда написал книгу, меня историки упрекали, а почему, я в тексте написал, откуда я это взял. Ну, прямой ссылки не делал, потому что материалы были засекречены, закрыты. И сейчас их рассекретили. И я отдал точную ссылку на эти источники. И каждый может убедиться, что все, что было написано на моих предыдущих книгах «Ограбленная Европа», а также книги «Сокровища за кулиси войн, революции, политики и спецслужб», вышедшие еще в 2007 году, абсолютно соответствует действительность. Ну и, наконец, книга, которая вот топала в топ-лист, выставка, я действительно большая честь. Это трехтомник, я вот его показываю вам. Вот такой, видите, три тома. Три тома, да, я вижу. Три больших тома. Называется книга, это фундаментальное историческое исследование, оно называется «Золото Российской империи и большевики». 1917-1922-й документы с анализом и комментариями. Я, значит, чтобы, ну так сказать, отхотеризовать эту книгу, зачитаю аннотацию небольшую на обороте титула. Да, пожалуйста. Зачитываю. «Судьба золотого запаса императорской России, доставшегося большевикам, почти сплошь темное пятно истории. Публикуемые здесь документы проливают на него свет. Они показывают особую роль, которая сыграла царское, в кавычках, золото в ходе и исходе гражданской войны в России и скрывают тайные связи большевистских вождей с мировой финансовой олигархией, позволяя загнить за кулиси исторических событий, спасших большевистский режим от краха. Почти все из 742 публикуемых документов происходят из Российского государственного архива экономики и обнародуются впервые. Причем в Фоксимиле. В Фоксимиле приведет и документ о счетах Ленина в Нью-Йоркских банках, присланный автору из США. Представленные документы и их анализ заставляют по-новому взлетно-исторические события строить недавности, определившие будущее России и всего мира». Ну, я думаю, что наверняка многих заинтересует, где вы нашли и каким образом эти документы, потому что каждый раз в исторической науке новые документы, которые вводятся в исторический оборот, обогащают историческую науку, это большое событие. Почему до вас никто не знал о существовании этих документов? Собственно, о них знали. Я впервые столкнулся с этим, мол, услышал об этом еще в конце 80-х годов, когда под руководством академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, а он был председателем Советского фонда культуры, я вообще занялся этой темой, перемещенных культурных ценностей. И вот тогда работают в Центральном партии на архивы, как по СССР. Я от одного старого архивиста услышал, значит, да, вот это все интересно, что вы делаете, но вот если вам удалось найти золотые папки Политбюро, вот это бы было здорово. Я говорю, а как их можно найти? Ну, он махнул рукой, говорит, это практически нереально, совершенно засекречено и так далее, и так далее. И вот уже в 2018 году, когда уже я накопал по этой теме очень много информации, много работал, уже был в теме, работая в Российском архиве экономики, я наткнулся на несколько папок. В папках было написано, продажа золота и даты, значит, там, скажем, с ноября 20-го, там, по мае 21-го, там, с мая 21-го по сентябрь, и все. Значит, сверху там написано, что там рассекречено, все эти данные. Дальше там написано, что... То есть генеалогия папок абсолютно достоверна. С 24-го года были основаны советские архивы государственные и по наши дни. То есть родословная папок, она совершенно достоверна. И когда я открыл, я обнаружил там свыше тысячи документов о вывозе большевиками, лично Лениным. В 20-м, 21-м годах, но началось в 18-м году, в 18-м году, золото в западные банки. Значит, кстати говоря, в том же 18-м году я нашел неизвестные документы, 300 документов по золоту Колчака. То есть фактически я нашел полторы тысячи документов, которые до сего не публиковались, и, в общем-то, они неизвестны. И вот я их опубликовал. Первые 742 документы в этом трехтомнике, они мной опубликованы. И вот что самого главного, что с исторической точки зрения нового в этих документах, что, о чем они рассказывают? Значит, они рассказывают о том, как... Во-первых, там уже сказано, Ну, я приведу три факта. Значит, первый факт. Большевикам в октябре 1917 года досталось более 850 тонн золотого запаса Российской империи. А первому сентября 1921 года из них осталось менее 60 тонн. При этом еще 200 тонн они изъяли у населения. То есть у них в руках было примерно 1050 тонн золота. Из них 190 тонн израсходовал Колчак. А около 800 тонн золота будто бы испарились. Вот до сих пор никто не знал. А это крупнейшее доселе в истории, за всю историю человечества. Перемещение такой массы золота в столь короткий срок. И вот доселе никто не знал. Что же, как же делать? Что же произошло с этим? Что случилось с этим золотом? И вот документы, которые я опубликовал, они проливают на это свет. Скрывая при этом, как я уже говорил, тайные финансовые связи большевистской партии с западными банками. Ведь самое поразительное заключается в том, что вывезли большевики это золото в начале 20-х годов, когда никто большевистский режим не признавал. Дипломатические отношения у них были установлены буквально с несколькими странами, в том числе с тремя балтийскими странами. Но ведущие западные страны не признавали. Так же получилось, что 800 тонн золота перекочевало в их банки. Вот расскажите подробнее, как это могло произойти? Значит, вот тут начинается та концепция, которую я изложил впервые еще в своей книге «Судьба золота российской империи. Среди истории». Я вам ее сейчас покажу. Она вышла в 2017 году, когда еще документов у них не было. И доказательно доказал уже сейчас. Суть заключается вот что. Что большевики при власти все время буквально висели на волоске. Подписал тоже Брестский мир и заинфицировал в марте 2018 года. Немцы продолжали наступление на всех фронтах. 30 дивизий стояло от Балтийского до Черного моря. И немцы продолжали тихо и садо двигаться на восток. В принципе, им не составляло никакого труда немцам дойти до Волги, до Урала и дальше. У большевиков не было ни армии, ничего. Армию они разложили сами, никто им не виноват. Защищаться было нечем. И тогда в руководстве большевистской партии родилась, ну я считаю, гениальная идея откупиться. В прямом смысле этого слова откупиться от агрессоров. 15 мая 1918 года начались секретные переговоры в Москве советско-германские. Это уже после заключения Брестского мира. В марте был заключен. Которые продолжались все лето и увенчались подписанием 27 августа 1918 года совершенно секретного советско-германского договора. Он назывался русско-германский договор. Где было три части, в том числе финансовой составляющей. По финансовой составляющей большевики обязались оплатить, заплатить немцам 6 миллиардов контрибуций, 6 миллиардов рейхсмара контрибуций. Значит, денежь деньгами, царскими деньгами, романовскими товарами. Но к этому должны были передать немцам 245,5 тонн золота. Причем передать пятью траншим до конца 1918 года. Они успели передать в сентябре 1918 года только два эшелона отвезли. Хотя должны были пять эшелонов отвезли. Ну, Германия приготовила третий эшелон к отправке. Но Германия проиграла войну. И остальное золото осталось в Советской России. Но 93,5 тонны золота в рейсбанк было отправлено. Его потом французы захватили, они поделились с англичанами. Там особая история. То есть сработало. От немцев они откупились. Теперь дальше. Антанта побеждает Германию. 11 ноября 1918 года заключается Компенское перемирие. И Антанта обозвленная на большевиков. Потому что, ну, во-первых, ну там... Сепаратный мир, да. То есть... Конфисковали ценности, конфисковали имущество западных банков, корпораций и так далее. И 12 ноября 1918 года Антанта принимает решение по настоянию унистового Черчилля и маршала Хоша, французского маршала Хоша, о начале широкомасштабной интервенции против большевиков с целью их уничтожения. 12 ноября большевики понимают, что Антанта их раздавит. И тогда они решают, а может, или от них откупить. Еще 29 октября 1918 года Литвинов, это замнаркома по иностранным делам, он курировал вот все Антантовское направление, пишет советскому представителю Воровскому. Я цитирую дословно. По отношению к Антанте далеко не исключена возможность откупиться, как мы откупились в Бресте. И вот 24 октября 1918 года нарком по иностранным делам Чичерин, а за ним стоял Ленин, пишет ноту президенту США Вудро Вильсину. Я вам зачитаю это, потому что я так не скажу. Это очень любопытная нота. Вот что там сказано в этой ноте. Мы предлагаем вам, в конце концов, господин президент, рассмотреть с вашими союзниками ниже следующие вопросы и дать им на них точные, вполне деловые ответы. Намерены ли правительства в Америке, Англии и Франции перестать требовать крови русского народа и жизни русских граждан, если русский народ, ну, то бишь, большевики, согласиться, уплатить им за это и откупиться от них так, как человек, подвешившийся внезапному нападению, откупается от того, кто на него напал. А в таком случае, какое именно дань требует от русского народа правительство Америки, Англии и Франции? Требуют ли они концессии, передачи на определенных условиях железных дорог, грудников, золотых приисков и так далее, или территориальных уступок какого-либо, какой-либо части Сибири или Кавказа или же Мурманского побережья? Мы ожидаем от вас, господин президент, что вы определенно заявите, какие именно требования предъявите вы и я, ваши союзники. Если же ожидание нас обманет, если вы не дадите нам никакого ответа на наши вполне определенные и точные вопросы, мы сделаем из этого тот вполне несомненный вывод, что мы не ошибаемся, и ваше правительство, и правительство ваших союзников желает получить русского народа, ну то бишь большевиков, и денежную дань, золото, и дань естественным богатствам России, и земельные приращения. То есть, Чечерин напрямую просит руководительства США, Великобритании и Франции назвать сцену, которую должны заплатить большевики, чтобы остаться у власти. В январе 17-го года, 18-го уже года, в январе 19-го года, уже 19-й год, в Стокгольме состоялись секретные переговоры личного представителя президента США Буклера с Литвиновым. Как раз таки обсуждали вот эту тему. Там была идея перемирия, как бы там помирить белых и красных. Ну и осуждалась, конечно, и золотая тема. Потом в марте проезжал в Москву приличный представитель, опять же, президента Вильсона, Буклер, это будущий первый посол США в СССР. Тоже шли переговоры об этом. А в это время в Нью-Йорке образуется или возникает, ну, организованная была, неофициальная миссия советского торгового представителя. То есть, как бы мы сейчас сказали, неправительственная организация. возглавляла эту миссию гражданин Германии, но данный соратник Ленина, просто его из России выставили, Людвиг Мартин. Значит, и 19 марта 1919 года Мартин шлет меморандум в Госдепартамент США. И вот, что там говорится в этом меморандуме, концовку зачитываю. В случае возобновления торговли в Соединенными Штатами Америки российское правительство готово немедленно разместить в банках Европы и Америки золото на сумму в 200 миллионов долларов для покрытия стоимости первых закупок. 200 миллионов долларов это 300 тонн золота. И это только для стоимости для первых закупок. Какая могла быть торговля у страны, которая вела гражданскую войну, которая в разруха полна, вести торговлю с Америкой? Да никакой. Естественно, что шел вопрос об откат. Мы вам отдаем золотой запас Российской империи, а в распоряжении большевиков было около 400 тонн, отдаем золотой запас Российской империи, а вы снимаете вот то решение Антанты 12 ноября 2018 года о нашем свержении. Сказано это было прямым текстом. И названа цена. Даем 300 тонн сразу, а остальное позже. Ну и что вы думаете? 1 апреля 1919 года, через 12 дней после вот этого меморандума Мартинца, принимается решение руководством Антанты о неумешательстве военной силы в гражданскую войну в России. И вот это решение Антанты, последовавшее через 12 дней после меморандума Мартинца, определило исход гражданской войны в России, образование Советского Союза и все последующую историю. Золото было вывезено, как мы уже сказали, потому что в 21-м году, в 1-м сентября, осталось всего 60 тонн. А большевики ведь мало того, что у них было 450, они же еще и золото Колчака вернули, там 350 тонн-то все. То есть, они практически все золото вывезли в американские банки. Переговоры шли, да, стратегии Антанты изнились. Они лгали белому движению, что они их признают, что они там, на самом деле решение было принято. Не признавать ни белых, ни красных, неважно, какого цвета русская курица, лишь бы они не стали золотые яйца. Вот в чем заключалась стратегия Антанты. Они стали вывозить золото и у Колчака, а потом и у красных. И в итоге все это вывезли. Но вот этот золотой отпуск, он сыграл ключевую роль в ходе и исходе гражданской войны в России. Уже в 1920 году из Ревеля, кстати говоря, мы потом будем об этом говорить, о роли балтийских стран, из Ревеля ушли 4 каравана с золотом в США на имя Нью-Йоркского банковского синдиката, куда входила крупнейший банк Моргана, Гаранти Траст, Компани Ук-Нью-Йорк, финансовая группа Шифа, это Канли Эпи Компани, это заокеанский, можно сказать, филиал Ротшильдов, и National City Bank of New York. Это вотчина Рокфеллеров, Вангерлипов и так далее. Значит, и вот этот караван был закуплен американцами. Вот что пишет об этом американский историк Стартман. Этот золотой депозит явно предназначался для осуществления финансового соглашения в середине 2020 года, между Гаранти Траст и советским правительством, по которому финансовая компания Моргана стала советским агентом в США. То есть Морган агент Ленина в США. Представьте себе, 1 июня 2020 года официальный представитель США в Лондоне направил телеграмму в Госдепартаме, где говорилось, советское правительство желает, чтобы компания Гаранти Траст, это Моргановский банк, стала финансовым агентом в США для всех советских операций. И рассматривает вопрос об американской покупке Эстебанка, это Банк Эстонии, в целью полной увязки советского будущего с американскими финансовыми кругами. Вот, вот такая история. Да, но действительно выглядит это все совершенно парадоксально, то есть получается, что смыкаются интересы вроде бы тех, кто собирался закопать, уничтожить капитализм, и самых-самых вот финансовых олигархов этого самого капитализма. Совершенно верно. Вот это называется клиптоистория, реальная. Зазначение документов, которые я протоковал вот в этой теме, заключается в том, что они показывают реальность этого. Что гражданская война, революция, все, что творилось тогда на огромных просторах бывшей Российской империи, в том числе и в Прибаловске, это было лишь ширма тех закулисных переговоров и тех закулисных действий, которые действительно определили судьбу и гражданской войны, и большевистского режима, да, кстати говоря, и балтийских стран, о чем мы будем поговорить. Боже, поговорим об этом. Ну вот скажите, это вот новая такая концепция событий, насколько она была встречена историческим сообществом, историками, исторической наукой, признана она, насколько имела отклик? Значит, я вам скажу так, тут трудно, конечно, ну, по-разному сказать, конечно, сначала встретили штыки, когда я изложил эту концепцию впервые в моей книге «Судьба золота Российской империи в связи истории», значит, они встретили это в штыки, ну, кто, прежде всего, левые политики, КПРФ, леваки, когда шла презентация моей книги в Москве, в Центральном выставочном зале на Крымской набережной, один доктор наук исторических, бывший дипломат, подошел и на ухо шепнул мне, что он мне готов физиономию навести, и что у него 73 килограмма удар правый, вы можете представить? Это говорит историк и дипломат. Вот, потом он пытался сорвать все это, но, в общем-то, реакция левых понят, политическая реакция. Историки отнеслись к этому, меня в чем обвиняли, как мне говорили, да, концепция интересная, но документов маловато. Ну, документов действительно тогда было маловато, потому что вот эти архивные документы я нашел осенью, нашел в 18-м году, а та книга вышла в 17-м. Но сейчас я все это доказываю, что так оно и есть. Я вам зачитаю еще два поразительных документа, просто поразительных, которые он проливает вот на этот свет. Когда я разбирал материалы в Генуэрской конференции, то есть весна 1922 года, я наткнулся на программу советской делегации, в которой она должна была выступить на конференции. 10 марта 1922 года Чещерин направил эту программу Ленина. И вот, что там в этой программе говорилось. Вот, только вдумайтесь. Мы предложим распределить планомерно золото, вязащее в настоящее время в Туне, в кладовых американских банках. Это планомерное распределение золота по всем странам должно сочетаться с планомерным распределением заказов торговли, снабжением недостающими материалами, вообще со всесторонней экономической помощью разоренным странам. Эта помощь может иметь характер ссуды, либо при планомерном хозяйстве она через несколько лет начнет выплачивать. Ленин прочел это и пишет «Мне кажется пацилистскую программу вы сами в этом изложили прекрасно, а слова о планомерном распределении мирового золота, лежащего в Туне, в кладовых американских банках, он подчеркнул дважды». То есть представьте себе, по сути Ленин излагает большевики Бреттон-Лудскую программу. После Второй мировой войны золото мира сродится в американские банки, создается золотой доллар, и на основе золотого доллара финансируется мировая вся торговля экономикой. Но это предлагали большевики еще в 1922 году. То есть Ленин предложил создавать все мировое золото, в том числе и свое, советское, в американских банках. Вы это можете себе представить? Можно представить, но это так. Еще один документ я провожу, который неопровержимо доказывает это. В апреле 1928 года на третьей сессии ЦИП 4-го создавал. А ЦИП это высший орган государственной власти тогда в Советском Союзе был. Литвинова, Максима Литвинова, а он был особо уполномоченным по Великбюро по золотовалютным операциям за границей, вот его спросили, а куда делось царское золото, за счет которого мы могли бы профинансировать индустриализацию. И вот что Литвином товарищем по партии ответил. Я цитирую. В 1921 году я состоял главным золота за границей. Я находился в Ревеле, но это Таллинн. И через мои руки прошло несколько сот миллионов рублей нашего золота, проданного мною за границей. Большая часть этого золота была продана мною непосредственно или через разных посредникам, крупным французским фирмам, которые это золото переплавляли не то во Франции, не то в Швейцарии, откуда это золото находило свое последнее убежище в кладовых американского резервного банка. Это от них не было тайной, об этом были проинформированы и банк «де Франц», и другие банки. То есть Литвинов, особо уполномоченный продюсер признал, что он вывез золотой запас Российской империи в кладовые федеральные резервные системы США. Вот это вам как? Это вообще в голове не укладывает. Но это факт. Потому что был сговор между большевиками и финансовой олигархией. Мы вам вывозим золото, а вы нам спасаете власть. Вот что получилось. У нас есть звонок между тем. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, говорят, история развивается по спирали. Вот если взять все ваши исследования, то получается, что сейчас то и самое может быть, несмотря на официальный разрыв отношений, санкций и все. Но если западным странам будет выгодно, и вполне возможно, что это так и есть, то они будут поддерживать закулисные какие-то закулисные дела с Россией. То есть то, что официально говорится, это одно. То, что делается где-то в кулуарах, это другое. Как вот ваше мнение на это? Спасибо. Я совершенно согласен с вашим последним предложением. На сто процентов. Да, то есть мы видим, как история часто повторяется, может быть, вот исследования вот этих темных пятен истории, они могут дать нам понимание и тех процессов, которые происходят сейчас. Но вот у вас в аннотации к изданию было сказано, что в этом трехтомнике приводился документ о счетах Ленина в нью-йоркских банках. Вот есть ли, можете ли вы прокомментировать, что это за счета и откуда была такая информация? Значит, это действительно о счетах Ленина писали много. Реально известен один счет Ленина в швейцарском банке, это 5 франков. То есть, когда он немцы в пломбированном вагоне Ленина вывозили весной 1917 года в Петроград, то там какой-то его счет затерялся на 5 франков. Вот он известен, документально установленный все. В публикациях в 1918 году в швейцарских американских газетах говорилось в августе 1918 года говорилось о том, что в это время большевиками на имя большевиков Ленина, Троцкого, Дзержинского, Зиновьева, Урицкого были открыты очень крупные счета в швейцарских банках. Там от 75 до 90 миллионов франков было. Но это опять-таки газетные публикации. Ни счетов, ничего. То есть было это, не было. Хотя то, как я исследовал эту проблему, скорее всего, было. Но повторяю, это предположение. А вот документ, который я привожу, это не предположение. Этот документ нашел американский историк Ричард Спенс. Это известный американский историк. И он его мне прислал, за что ему очень благодарен. Что это за документ? Я вам зачитаю его, так сказать, что он пишет в письме об этом документе. Примерно в 1925 году отдел военной разведки США составил список всех отчетов и файлов, имеющих отношение к Леониду Красину. Но это один из крупнейших большевиков, он очень близок к Ленину. Распоряжался деньгами партии, очень близкий соратник Ленина. Список содержит только краткие сведения о содержании документов, многие из которых с тех пор пропали без. МИД файл, номер файла содержит или содержал интригующий отчет с составленным управлением военно-морской разведки США 21 сентября 1921 года. То есть помните, я вам говорю, что с 1 сентября 21 года золото было уже вывезено в американские банки, а 21 сентября, через 20 дней управление военно-морской разведки США составляет документ по досье Красина. И там находится, там вот что написано. Господин Красин, глава российского торгового представительства, прибыл в Англию и объявил о создании российского банка. Это не создание, он купил Московский народный банк, еще дореволюционный, перекупили его большевики, для переправки золота США из Лондона в Нью-Йорк. Значит, в Лондоне он, то есть Красин, пролил свет на судьбу золотого запаса Российской империи. Часть его хранится в Лондоне, Париже и Стокгольме, но большая часть Нью-Йорки хранится на имя Ленина. Это доклад разведки США с указанием файла, и я его Фоксимилия привожу. Сколько там могло быть? Я сделал подсчет, у меня в книге сделан подсчет. У большевиков были какие-то платежи, и торговлю какую-то они вели, они комитет финансировали, они по договорам платили, в частности трем балтийским странам золото выплатили, потом об этом скажем, Турции золото платили, то есть какие-то расходы у них были. Ну так вот, помимо всех расходов, это я посчитал, у меня вклады, как и вина, они вывезли за границу 480 тонн чистого золота, это без лигатуры, а с учетом драгоценностей Гохрана, которую они вывезли, 730 миллионов рублей золота. Значит, если это перевести в нынешние цифры, то там получится сумма порядка 30-35 миллиардов долларов. С ума сойти, да. И посчитайте, если большая часть или значительная часть этой суммы была зачислена на счета Ленина. Значит, Ричард Спенс вопрошает, ну как же так, он что сумасшедший красен, что он оформлял счета на имя Ленина. Но дело в том, что мало кто это знает, так сказать, обращает внимание. Ведь когда революционеры бежали за границу, был налажен целый конвейер по оправке за границу. им делались фальшивые паспорта. Как делались? Умерших людей брали паспорта, фотографий раньше ведь не было. И оформляли его на человека. И все они имели, это целый бизнес был, целый бизнес по предоставлению паспортов революционерам бежавшим из России. Ленин, когда он уехал из Сибири, за границу бежал, он получил паспорт на имя своего дядюшки, Николая Егоровича Ленина. И он подписывал, если вы посмотрите, документы его часто, Эн Ленин. Почему Эн Ленин? Вот отсюда возникло его, так сказать, псевдоним Ленин. А когда он уже вернулся в семнадцатом году-то в Россию, а за граничный паспорт-то остался, он во всех управлениях полицейских фигурировал, как Николай Егорович Ленин. И на этот паспорт можно было вполне оформить любой счет, чем что краще не делал. Ну а Ленин их в России много. Это же не Владимир Ильич Ульянов Ленин, это Николай Егорович Ленин. Вот простой ответ на этот вопрос, почему как же на Ленина могли ответить такой счет. У нас уже буквально очень мало времени осталось, а мы все обещаем рассказать о роли стран Балтии в этом вывозе золота. Может быть несколько слов об этом. Да, конечно. Вопрос заключался в общем. Когда они договорились, сначала вывозу золота препятствовала Антанта, наложив золотую блокаду на Большой Веково еще в декабре 17-го года. Американцы были менее щепетильны. Они договорились обо всем давай вывозить. Но как вывозить? Ведь старскими вензелями золото не принимали. Значит, нужно было золото отмыть. Что значит отмыть? переплавить, поставить новые штампеля на золото и обходными путями отправить в американские там западные банки. И вот тут согласились эти операции провернуть в Швеции. Почему? Потому что в Швеции работал Улев Ашберг, это крупный шведский банкир, владелец банка крупного. Сначала он был необанкин, владел, через который финансировалась большевистская партия. А потом создал свой банк. эконом Балагет, финанская эконом акция Далагет, сложное такое название. Его другом был премьер-министр страны Брантинг. И вот глава правительства, глава крупнейшего банка шведского, они организовали это предприятие. Ну как доставить завод в Швеции? Карл Маннерген, он ненавидел большевиков, он был царским генералом, он ненавидел большевиков, отказался категорически пропускать завод. Везти через Скандинавию, через Норвегию это опасно. Просто британские корабли могли остановить и конфисковать все. И тогда большевиков пришла делась идея. Мы признаем, а ведь тут гражданская война шла и в Латвии, и в Эстонии, и война Литвы была с Польшей, тут же был полностью называется хаос революционный. Мы отказываемся от войны за Эстонию и Латвию, распускаем эстонскую дивизию красную, латвийских красных страдков распускаем. Пусть кто хочет ехать в Латвии, кто хочет остается в России, но за это признаем их. А Советская Россия, напомню, была первой в мире страной, которая признала независимость Латвии, Эстонии и Литвы. Первая в мире страной. Но за это они, мы им готовы заплатить золотом, уступки территориальные, дать экономические преференции, но они открывают нам неограниченные просторы, неограниченные так заработала Балтийская офшорная зона. Я хочу подчеркнуть, это первый в мире офшор. Обычно пишут в книгах, что первый офшор американская спиртовая мафия организовала на Каймановых островах. Да, это было, но в конце 20-х годов. Балтийский офшор, Эстония, Латвия, Литва там меньше в этом участвовала, по разным причинам, возник в 1920 году. И вот через него русское золото хлынуло ставили шведские штемпеля. И как шведская уходила на биржи на европейских, где его мог купить любой желающий. Но главным покупателем оказался Нью-Йоркский банковский синдикат, вот куда входил Гарри Трасс, Моргана, группа Шифа, Нейшнл Сити Бэнк, и он завозил в Америку. А как оно в Федеральной резервной системе оказалось? Дело в том, что был принят закон американцев, что любое золото, которое завозится из-за границы США подлежит складированию в Федеральной резервной системе. То есть они завозили золото. Министерство финансов США покупало это за доллары, естественно, а потом его складировало в Федеральной резервной системе. Вот возникло вот это балтийское окно. Само возникновение Эстонии и Латвии связано с этим вывозом золота. Потому что если бы Ленину не нужно было, Троцкому Ленину не нужно было вывозить это золото, поверьте, они бы здесь установили советскую власть. Потому что бросили бы сюда красную дивизию эстонскую, это отмобализованная боевая часть, которую они распустили. Они бы сюда бросили элитные латвийские дивизии, тоже пятую дивизию РТК, а именно латвийские, латвийские, латвийские части были самыми, ну, скажем так, отмобализованными после развала русской армии. Они сыграли большой уровень в гражданской войне, и Ленину ничего не стоило бросить их сюда. И здесь была бы советская власть. Поверьте мне. Хотя он обещал красным латышам, что если латышским красным стрелкам, что если они помогут ему не те же предотвратить, он им так бы признает независимость Латвии. Но позвольте, большевикам верить нельзя. Нельзя. Для них была главная мировая революция. Когда Троцкий рванул на Польшу, приказе Троцкого говорилось, вперед на запад, через труп белой Порши мы запалим мировой пожар. Цитата из приказа Троцкого. Потому что две армии туда рвануло, ну, в Латвии истонии не устояли бы. То есть само возникновение государств было связано над необходимостью большевиков вывезти золото в Швеции. И они признали все это. Более того, эти страны получили золото. Я привожу документы, у меня есть документы, кто вывозил, как, если есть время, я просто могу назвать фамилии тех, кто вывозил, и какие даты. Есть у нас время? Ну, вот у нас буквально три минуты осталось до конца фигуры. Я сейчас вам это самое... Сейчас... А... Да, вот я вам называю, когда вывозило золото в страны Трибалтики? Значит, 13 марта в рейл с Бубякиным, сотрудник Наркомфина, было ввезено золото на 8 миллионов золотых рублей. 13 апреля с тем же Бубякиным на 7 миллионов золотых рублей. Всего на 15 миллионов золотых рублей это около 12 тонн чистого золота. золота Эстония получила. 2 октября в Вильно Акселероду было отправлено золото на 3 миллиона рублей. Это чуть больше двух тонн. И, наконец, 29 ноября 1920 года в Ригу сотрудникам Наркомфина Келлером было отправлено золото на 4 миллиона золотых рублей. Это где-то 3,2 тонны золота. Вот я вам называю даты, кто возил, и это как-то золото было привезено в страны Балтии. Ну, вот у нас буквально действительно осталось минуты полторы, две. Вот буквально, если можно коротко, о ваших ближайших творческих планах. Значит, сейчас у меня в работе находится несколько книг. Это книга вот такого плана хочу узнать, как вот это золото, по золоту Колчака. Потому что я нашел эти документы, они были утеряны после развала СССР. Это целая депутативная история. Вот. И в 2018 году мы с группой московских архивистов, там целый консилиум был архивистов, собрались, утеряны. Значит, буду работать над этой книгой. Кроме того, сейчас, в общем-то, я буду работать также над переизданием новых, над переизданием старых книг. И у меня есть очень интересная работа. Значит, дело в том, что Берусское географическое общество проводит поиски сокровищ, пропавших в разные времена. и в гражданскую войну, и во Вторую мировую войну. Вот. Они ведут поиски там не только в России, но и в разных странах. Но я в этом обществе, а там идут работы под крышей там и Министерство обороны, и ФСБ, и МВД, то есть в зависимости от объекта. Но я там являюсь в этом обществе экспертом. То есть это очень интересная работа вот по розыску сокровища ценностей. Намечается. В прошлом году не смогли, потому что этот ковид всему помешал. Но в этом году надеемся, что экспедиция будет. И в Восточной Пруссии я просто смогу поработать. Спасибо большое. Сегодня в программе «Очевидец» был известный российский писатель-историк Александр Георгиевич Мосякин, исследователь темы перемещенных культурно-исторических ценностей. Спасибо вам. И до новых встреч. До свидания. Хорошего дня. До свидания. И слушайте Радио Болтком.